здравствуйте дорогие телезрители в эфире передача на связи бизнес и я ее ведущий дмитрий чариков сегодня со мной в студии василий богдан спасибо дмитрий здравствуйте друзья у нас в гостях екатерина гельфанд директор по клиентам компании юморт здравствуйте екатерина здравствуйте юморт это один из крупнейших по-разному называют ритейлеров и тейлеров от слова электронная торговля до европы европы да мы говорим что мы интернет-платформа которая помогает клиентам удобно покупать да прекрасно значит смотрите но сегодня наша тема тема разговора это обслуживание клиентов с всеми возможными каналами да мы поговорим о том как организован на вашем примере так называемый in-house контактный центр то есть контактный центр принадлежащий компании он ведь у вас in-house да да это правда вот каково соотношение значит работы с живым голосом почта чаты роботы социальные тренды до социальные сети места где расположены как как с людьми работать и прочее прочее инфраструктура да что помогает вам быть столь успешными на рынке какой мы вы являетесь да ну начнем наверное с каких-то таких численных параметров сколько у вас вот в контактном центре рабочих места какие туда входят ну не знаю регионы где вы располагаетесь сколько людей у нас централизованный контактный центр расположен он в твери тверь является одним из родина контактных центров одна из столиста контактных центров мы не являемся исключением горды быть в твери у нас там довольно большой контактный центр относительно сколько рабочих мест рабочих мест порядка 200 и примерно полтора человека на рабочий совершенно верно да соответственно порядка 300 человек которые работают там посменно смотрите сразу же первый вопрос если у вас внутренний контактный центр для этого должны быть какие-то причины потому что у нас часто бывают вот на этом месте руководители аутсорсинг контактных центров и они совершенно четко и обоснованно объясняют когда контактный центр должен быть in-house когда аутсорсинг когда неровный график звонков так сказать да там какие-то прогнозированные количество да знаете мы пользуемся и аутсорсингом и контактным центром тоже потому что действительно есть большое преимущество в том что аутсорсинг помогает тебе нивелировать пики и делать так чтобы клиенты всегда могли дозвониться или с тобой связаться сразу поясните у вас есть какое-то разделение почему то есть пиковая нагрузка приходит связи с рекламной акции автоматически срезается отдаётся в аутсорсинг или например все таки вы разделяете по какому-то функционалу мы автоматически срезаем то есть когда мы не справляемся то нагрузка уходит на аутсорсинговый контактный центр также они исполняют некие наши задания которые мы видим что мы можем отдать и они будут сделаны также качественно как мы бы делали задания типа исходящих звонков например в вашем контактном центре в основном приходит ну обслуживаться входящие к обращению да в основном занимаемся входящими обращениями и еще один такой вопрос для справки для разминки да каково соотношение обслуживание обращений по голос там почта соцсети вот и какие тренды вы знаете пока голос занимает порядка 80 85 процентов львиная доля до львиную долю но мы видим тренд и пытаемся его оседлать того чтобы постепенно мы люди уходят из голоса и переходят в печатание разного вида если раньше люди обязательно звонили главное было найти телефон на сайте найти дозвониться то сейчас мы видим что люди не хотят звонить им удобнее написать зачастую это сидишь на работе или ты чем-то занят тебе удобнее написать это так как все мы теперь сидим с мобильного телефона то есть мы видим что пишут нам в основном с мобильного и дальше чем пользуются люди во первых люди email почти как бы он есть но он в основном связан с нашими корпоративными клиентами а дальше появляются мессенджеры вы наверное знаете что в россии есть как бы рейтинг мессенджеров к ним относятся вайбер ватсап telegram telegram да ну вот так в корпоративном мире мы любим telegram а оказывается что в россии главный вайбер вот и я не знал мне казалось ватсап более представлен вот разные телеком операторы сообщают разную статистику но в основном как почему-то говорят что вайбер это не суть важно но в общем для нас как для компании которые мы хотим чтобы клиенты нам звонили к нам обращались нас было бы легко найти наша задача быть везде поэтому сегодня мы уже есть в вайбере и мы отправляем нашу коммуникацию клиентам тоже вайбере вот и сегодня мы уже есть в соцсетях это фейсбук и в контакте ну соответственно в контакте потом фейсбук то в таком порядке в россии это сейчас принято и там тоже с нами можно связаться и напрямую решать свой вопрос или свои интересы удовлетворить обращение которые к вам поступают вот структурируете ли вы их что это первичное обращение то есть человек зашел на сайт что-то выбирает и у него вдруг бац возник вопрос и он инициирует свое свое обращение или это уже например вопросы по доставке товара там какие-то проблемы с приемкой вот как какого какое соотношение в основном как к счастью нам звонят в основном люди которые хотят что-нибудь купить и что-то уточнить и узнать наличие товара то есть они имеют потребность свою купить товар а дальше спрашивает или сколько он стоит или когда ставить или как купить то есть к счастью таких клиентов большинство и мы стремимся чтобы их количество росло и приближалось к 100 процентов по большому счету в данном случае выбор канала диктует ну сам покупатель ваша задача предоставить все каналы а уж с какого канала он зайдет это он решает безусловно так и наша задача еще связана с тем чтобы клиенту не надо было с нами связываться ни по какому поводу кроме как захотеть купить повторно повторно совершенно верно мы хотим сделать так чтобы у человека не возникало проблем на самом деле люди звонят или когда у них есть интерес или у них есть когда проблема да да соответственно наша задача сделать так чтобы сложности было как можно меньше соответственно звонков связанных со сложностями было как можно меньше вот интересно знать пишут ли благодарности пишут звонят ли чтобы сказать спасибо звонят по практике это конечно когда человек доволен он ничего не сообщает верно но если он не звонит но если он может написать почему бы нет вы имеете ввиду что все-таки совершить звонок это некое затруднение когда человек хочет купить смайлик отправить знаете мы внедрили до недавно система по которой мы направляем всем нашим клиентам сделавшим заказ и купившим у нас товар на следующий день да мы просим оценить по шкале от 0 до 10 с какой вероятностью клиент порекомендует нас друзья так называемая методология нпс нет промоутер скор который пользуются многие наши коллеги и конкуренты некая принятая история и мы получаем очень много очень интересных комментариев это совершенно потрясающе насколько люди любят писать то есть не просто поставив оценку от а вот в подробностях указывает нам на те места в которых можно стать лучше насколько-то объективно это абсолютно объективно это абсолютно объективное субъективное мнение клиента замечать который отдал нам деньги это сто процентов то есть каждое отдельно взятое мнение субъективно но суммированное проанализировано это становится объективная картина да что работает что не работает вы знаете как бы я директор по клиентам поэтому мое дело заботиться о том что клиенты были счастливы и я всегда рассказываю о том что клиент всегда субъективен в своем выборе. Ну, то есть, отдать вам деньги еще раз или не отдать, это абсолютно субъективное мнение. Да, люди голосуют деньгами. Да, но оно всегда обусловлено эмоцией. Понравилось ли ему или не понравилось. Хорошо это было или плохо, с его точки зрения. Поэтому задача компании это сделать счастливыми всех тех людей, которыми сталкивается компания. В принципе, товары, которые продаются в Юлмарте, точно такие же, как продаются в любых других электронных магазинах. Вопрос конкуренции, это, как правило, либо вопрос цены, либо вопрос скорости доставки, либо вот тот самый вопрос обслуживания. Причем обслуживание возникает только во второй момент, потому что первый момент человек выбирает, где товар, потом уже он начинает уточнять. И здесь вот как раз вопрос. Он останется с этим оператором, оператором я имею в виду продавца, да, в широком смысле, или там попробует счастье в другом. Кто эти люди, которые работают в контакт-центре, как обеспечить их квалификацию, необходимо проверить, контролировать, мотивировать и прочее. И второй сразу же в догонку, как научить его совершать дополнительную продажу, если вы это практикуете. Вот первый вопрос. Итак, кто эти люди, которые должны принять входящий звонок, и как они понимают, что сейчас вот на их плечах он останется или нет? В основном это молодые люди. У нас, к счастью, это люди, которые обычно долго работают в Юморте. То есть у нас довольно низкая текучка. А какая у вас текучесть? Слушайте, она низкая. У нас есть большая количество людей, которые работают по 2, 3, 4, 5, 6 лет в компании. Это очень редкая ситуация. Это действительно редкая ситуация. И та атмосфера, которая создана в контактном центре Юморт, она такая очень семейная, очень домашняя. Вам приходится платить все-таки чуть повыше рынка, да? Чудес-то не бывает здесь. Ну, как сказать, я не думаю, что мы платим повыше рынка таким образом, чтобы удерживать людей деньгами. Есть история про атмосферу, действительно, в которую ты приезжаешь, ты чувствуешь себя в некой семье, которая друг за другом стоит, в которой много родственно-семейных связей, появившихся за время работы и жизни. Поэтому там такая прекрасная... Наш контактный центр находится в отдельно стоящем здании. Там такой прекрасный домик, в нем живет такая чудесная семья жителей контактного центра Юморта. Как учим, стараемся учить подробно, хорошо. Наверное, есть куда стремиться. У нас сейчас очень большой перед нами стоит такой вызов. Это научить наших операторов, наших сотрудников множественным категориям. Это что значит? А дело в том, что если Юморт раньше занимался продажами в основном электроники, компьютерной техники, крупной бытовой техники, то сейчас мы продаем все, начиная от товаров для детей, заканчивая шинами. И даже корм для животных. И даже товары для взрослых. 18+. Очень сложно и практически невозможно сделать одного оператора экспертом во всех этих категориях. Подождите, мы же понимаем, раз уж мы делаем передачу, где чаще всего выступают контактные центры, что человек работает по скрипту, так называемому, то есть по сценарию. И когда ему раздается звонок, и человек заявляет свое желание, сразу оператор выводит описание товара, какую-то там подсказку. В чем состоит... Это же несложно, да, глядя на сценарий и глядя в описание товара, рассказать про технические характеристики. В чем здесь главная трудность? Ну, главная трудность в том, что люди звонят зачастую после того, как они прочитали все, что есть на сайте. Зачастую прочитавшие то, что есть на сайте в других интернет-магазинах. А также отзывы и еще какие-то характеристики. Да, совершенно верно. И есть категория людей, которые звонят посоветоваться. И они ищут экспертного совета. То есть они хотят поговорить живым человеком, которым скажут особенности этой машины, или мы начали так же... У нас можно теперь купить строительные товары, или там разницу между моделями ламината. Слушайте, задачка непростая. Да, и вот это такая задача, которая для нас очень непростая, и мы сейчас пытаемся это придумать, как с этим побороться. И как сделать так, чтобы клиенты действительно могли рассчитывать не на чтеца, который зачитывает им сайт, а на эксперта и помощника. Клиенту очень это заметно всегда. Безусловно. Безусловно. И я думаю, что это один из факторов, как клиенты будут выбирать. В этой связи вы идете по какому пути? Создаете выделенные группы, кто специализируется на каких-то направлениях, или стараетесь обучить одних и тех же операторах, как сказать, ну, мультиформатности? Не то и другое. Скажем так, у нас есть выделенные группы, которые занимаются совсем специальными вещами. Например, автозапчасти. С другой стороны, то, что мы планируем сделать, еще не сделали, но мы хотим очень умным образом понимать, зачем клиент звонит. А вот об этом мы поговорим после рекламы. Дорогие друзья, рекламная пауза на канале ProBusiness. Дорогие друзья, вновь в эфире программа «На связи. Бизнес». И в гостях у нас сегодня Екатерина Гельфанд. Екатерина, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Как раз остановились на вопросе, как вот этих вот операторов мультиформатных или специализированных разделять, учить? Да, и мы говорили о том, что важно сделать так, чтобы мы, как компания, знали, зачем нам звонит клиент или обращается к нам клиент до того, как он к нам обратился. Это с помощью чего? Это интересная технологическая задача. Конечно же, тут и CRM-система нам в помощь, и веб-технологии нам в помощь, и всякие хитрости. То есть, смотрите, если человек, например, звонит не по стационарному телефону домашнему, а, например, он зашел на сайт, на сайте провел какое-то время, остановился на какой-то картинке, нажал на иконку «позвоните» по вайберу или там почему-то еще звонит, то, в принципе, понятно, на какой он страничке находится. Да, и надо эту информацию донести до оператора, который скажет «Здравствуйте, Василий, скажите, пожалуйста, вам с батареей помочь». Ну, кстати, да, а если он еще и не первый раз обращается, если он оставил в предыдущем своем заказе свой адрес, свое имя, свои контактные данные… И комментарии. И комментарии. Про него уже все известно, и клиент в шоке. То есть, он звонит, а к нему обращаются по имени, или там по имени отчества, и уже знает, где он находится. Все так, Василий, правильный сценарий? Да, совершенно верно. Сценарий абсолютно верный. Нам осталось это только сделать, но думаю, что когда мы сделаем, мы постараемся опередить наших конкурентов в этом. Еще один вопрос, вот прям вдогонку. Если мы уже учимся настолько хорошо понимать клиента, еще в момент его обращения, то возникает, ну, не знаю, наверное, у вашей компании возникает необходимость повысить, ну, конвертацию, что ли, до этого клиента. Человек обратился за пылесосом, почему бы не продать ему мешки для пылесоса, или там запасные шланги, или насадки, или жидкость для мытья полов, ну, не знаю что. По сути, человека, который изначально был настроен на обслуживание входящего звонка и ответить на вопросы, надо превратить немножко в продавца, а может быть даже и множко. Вот как с этим вы работаете? Работаем следующим образом. Мы стараемся донести до наших сотрудников идею о том, что они не консультанты, и они не продавцы, а они люди, которые заботятся о потребности клиента. И эту потребность... Ну, здесь может быть проблема, потому что у человека может быть внутреннее нежелание быть продавцом. Он говорит, как же так? Человек обратился ко мне с вопросом, а я ему, он хотел купить что-то там на тысячу рублей, а я ему впарил там на пять. Не хочу я этим заниматься, хочу, чтобы он был счастливым. Вы же сказали, там цель сделать счастливую. Да, совершенно верно. Вопрос только в чем счастье клиента. Знаете, старая поговорка, не надо продавать дрель, надо продавать дырку в стене. Вот, поэтому... А может быть даже не дырку в стене, а крепление картины, а для этого нужно просто наклейку треймовскую повесить. Совершенно верно. Поэтому мы должны точно понимать, что клиенту нужно, и понять его потребность. Дальше найти лучший способ удовлетворения этой потребности, который, может быть, клиент даже не знает. И в этом смысле у нас всегда есть возможность предложить нашу программу экономии, которая позволит клиенту потом в дальнейшем, если он планирует с нами покупать, получать у нас скидки. Ну, это что-то типа накопительной карты, да? Она у нас по-другому работает. У нас есть замечательная программа экономии такса, которая позволяет клиенту покупать дешевле каждый раз. Во-вторых, есть история о том, как человеку удобно получить этот товар. Остановимся на так называемом апселлинге и кросселлинге. Как же почувствовать, что человеку нужно это или что-то другое, или дополнительное? Как я себе это фантазирую? Человек хочет купить холодильник и спрашивает, например, а какая там емкость и мощность морозильной камеры? По идее, для меня, как для продавца, это сигнал, что, может быть, ему морозильник нужен, да, раз он этим интересуется. Может быть, ему предложить холодильник само по себе, но если, например, вы осенью заготавливаете продукты с дачи, и вам нужен дополнительно морозильник. Вот как, ну, я продавец по жизни, как к такому подходу научить оператора, который, в общем, никогда не был? Вы пытаетесь это делать? Да, мы пытаемся. Вы разрабатываете такие сценарии? Мы это делаем, и кроме того, что мы это делаем на уровне обучения операторов, есть еще, собственно, опять же, техника и умные компьютеры, которые помогают. Чем дальше, тем они становятся умнее. Есть системы, так называемые, рекомендации, которые помогают и высвечиваются оператору о том, что является сопутствующим товаром, что, ну, то есть, есть информация о сопутствующем. Для каждого товара, товаре, есть информация о том, что с этим товаром покупают. А это уже кто? Это искусственный интеллект работает? Это искусственные, да, искусственные машинки работают, и они, анализируя большой набор данных, они знают, что, условно, к компьютерам чаще всего покупают мышки, к клавиатурам салфетки, а также там могут быть самые необычные вещи, которые, да, сочетания, ну, то есть, если какие-то базовые вещи мы с вами можем придумать, а компьютер делает еще это небазовым. Вот, и показывая оператору о том, что, возможно, клиенту надо предложить вот эту вот странную вещь, почему так холодильник у скраб для лица обычно покупают, ну, вот такое бывает. Дальше мастерство сотрудника звучит в том, что не сказать ему, а вам скраб для лица не нужен. Почему? Клиент в этот момент пугается, говорит, почему я должен скраб для лица, я сейчас про холодильник. Вот, надо дальше придумать интересную подводку, как же спросить про скраб для лица человека, который покупает у тебя холодильник. Почему этому вы своих сотрудников обучаете? Программа подсказывает? Нет, программа говорит, надо предложить скраб. А как именно его предложить? Холодильник, а как именно предложить, это уже мастерство, которое мы стараемся учить. Вы обучаете? Да. А вот вы этими технологиями, разработанными внутри себя, если какое-то количество звонков неизбежно принимается аутсорсинговыми колл-центрами, вы этими технологиями делитесь с контактным центром аутсорсинговым? Мы делимся, мы стараемся их учить, но, собственно, мы их рассматриваем в большой степени как наших сотрудников для того, чтобы уровень качества был одинаковый. Но тогда ваши наработки становятся доступными и по большому счету, и вашим конкурентам тоже. Ну, наверное, да, но, знаете, вопрос же, идея ничто, внедрение все. Можете поделиться какими-то интересными кейсами, вот что в новых технологиях вдруг заработало как-то неожиданно, в неожиданном ракурсе, интересно? Да, интересно, на самом деле, сейчас действительно происходит некий хайп истории с социальными сетями, и то, что мы видим, что люди перестали, как бы даже, то есть если раньше они звонили, ломились и хотели нам позвонить, и задача была только обработать этот поток и постараться сделать так, чтобы люди хотя бы могли дозвониться и дальше дать им качественный ответ. Дальше сейчас, наверное, вот мы видим, что люди начали очень сильно писать сообщения в социальных сетях, а то, что я жду, и то, что уже, на самом деле, мы видим в виде всплесков, которые надо будет очень скоро, станет рутиной, что люди перестают писать в компании, а они будут писать на своей странице. И дальше компаниям надо будет это отлавливать. Причем будут писать... Подождите, подождите, на своей странице писать... Что, обращение к компании или просто свой какой-то... Хочу купить телефон. Слушайте, это будет и хочу купить телефон, и там никто не... Сломалась машина. Никто не знает, где шины купить подешевле, такие вещи. И, собственно, то, что мы видим сейчас уже такое... На форумах, как правило, люди обсуждают. Это... Нет, на форумах это то место, куда ты должен пойти. Форумы уже тоже, говорят, отмирающая вообще история. Да. Вы мониторите форумы? Мы мониторим, да, некоторые форумы, но история... То, к чему движется, что люди просто вот... Так же, как они чекинились ранее, сейчас они просто ставят статус и ищут монитор в MacBook. И это как бы потребность, которую, если ты не удовлетворил тут же, то это сделает кто-то за тебя другой. Аналогично то, что мы видим, это проблема. Человек не жалуется... В компанию. Юморту на юмор, а он пишет у себя на странице, получил негативный опыт с компанией X, и дальше... Это был ужас и кошмар. И это, да, начинается клубок кошмар сочувствующих, гневающихся... Да, они вообще все такие там придурки. ...конкурентов, троллинга и так далее. А, собственно, у человека это проблема. И если ты, как компания, не смог быстро отреагировать на то, что он написал у себя на странице, то ты получаешь жуткий страшный негатив. Если ты сумел это быстро, хорошо отработать на уровне того, что у человека была некая сложность, значит, ты с этим хорошо справился. И вот, наверное, в этом сейчас... Мы все должны быстро очень этому научиться. Это отдельная категория операторов? Или это должны быть все те же самые люди, которые только что он принял звонок, тут же он там написал что-то в чате, и он же ему там, ну, компьютер выдал, что смотри, в такой-то сети, на такой-то страничке вдруг появился, и ты должен быстро ответить? Мы разделяем людей, которые разговаривают, и те, которые пишут. И те, которые пишут. Да, у них разные навыки. И это уже другое поколение, наверное, да, те, кто пишут? Они исходны по поколению, просто немножко разные требования. Грамотный русский письменный язык и быстрота пальцев — это некая редкая, к сожалению, часть требований, которые нам приходят. Хотел вернуться вот к вопросу социальных сетей. Ведь, смотрите, там же принципиальное отличие что? Если раньше человек обращался в компанию, это было дело двух сторон — его и компании, которая оставалась внутри процесса коммуникации. в социальной сети любой вопрос-ответ является публичным мгновенно, то есть в момент его написания. Поэтому шансов соврать нет совсем. Как вы тогда, смотрите, производите контроль? То есть ведь, ну, понятно, в классическом контактном центре там выборочное прослушивание, там, да, какой-то контроль по каким-то отклонениям, что-то еще. А здесь? То же самое, собственно, слово написанное может быть прочитано. Да, но прошло время. Здесь, возможно, требуется какой-то контроль более быстрый, что ли, не знаю, более тотальный, нет? Или вы доверяете сотрудникам отвечать? Ну, есть, соответственно, сотрудники, есть сотрудники, которые занимаются сначала одной работой, чатом под наблюдением. У нас есть еще такие формы общения, как чат на нашем сайте, который более, понятно, сконцентрированный и прост. Поэтому мы можем смотреть, как люди отвечают в онлайне, можем стоять за спиной, можем помогать, можем делать постконтроль и потом, соответственно, наращивать экспертизу, давать людям доступ к другим каналам, более сложным клиентам. Инстаграм, как инструмент продаж, планируется ли использовать Юлмор? Знаете, наверное, да, но пока не знаю, как. Все как-то сейчас, мне кажется, помешаны на этом? Нет, вы знаете, совершенно непонятно, как это делать, если ты моно-магазин с одним товаром, небольшим, особенно нишевым, это потрясающий инструмент, работающий для специалистов. Зачастую даже и сайтов больше не надо. И сайта больше не надо, но когда у тебя сотни тысяч товарных позиций, то вопрос, как через это продавать, пока, наверное, у нас ответа нет, или мы его не скажем, а как бы маркетингом всегда есть и пиар. Какая сегодня доля обращений обрабатывается чистой воды уже роботами, и как вы прогнозируете это в ближайшие пару лет? Пока очень маленькая. Даже несущественная? Пока несущественная. Но все-таки искусственный интеллект растет. Он с одной стороны растет, с другой стороны я верю в превентивную историю, что если у человека что-то случилось, то не он должен обращаться, а ему должны об этом сообщить. И вот... Вот тут уже как раз роботы. Да, и вот тут могут быть роботы, но мы не должны заставлять человека делать усилия на то, чтобы к нам обратиться. Что бы в завершении программы вы хотели пожелать своим коллегам, которые руководят контактными центрами? Что самое главное в этой работе, не знаю, для успеха? Наверное, счастливых сотрудников, наверное, правильного целеполагания, ну и, в общем, улыбок побольше. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Сегодня в гостях у нас была Екатерина Гельфонд, ввели передачу Василий Богданов и Дмитрий Чариков. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова